Раздел в упоминании некоторых вопросов, которые разбираются добавочные. Говорит, если тот, который обязан читать намаз, совершать намаз, застиг часть времени намаза, но затем с ним случилось что-то, что не позволило ему совершать намаз. То есть, должен ли этот человек затем возместить намаз, когда вернется в свое нормальное состояние. Имеется в виду, на зугар дают азан час дня. Час дня азан дали, но он не прочитал азан вовремя. Намаз вовремя и оттянул его до двух часов, допустим. Двух часов, время уже два часа, он намаз еще не прочитал. И тут он потерял сознание, так что очнулся, допустим, через два-три дня только. Вопрос, он должен вовремя разместить или нет? И тот же самый, кто, тот, который потерял, стал сумасшедшим или пришла в менструация к женщине и тому подобное. Вопрос понятен же? Говорит Хиази, в этом вопросе три мнения у обладателя знания. Первое. Если он застал какую-то часть из начала времени, то он обязан возместить этот намаз, когда вернется в свое нормальное состояние. И это мнение имама Ахмада. Второе мнение в вопросе. То есть, если он, второе мнение какое, если человек достиг из времени намаза столько, что он способен его совершить, то есть, если он знает, что он совершает намаз 10 минут, и в час 10 после Ахзана, то есть через 10 минут, с ним случилось что? Он потерял сознание, допустим, то, говорит, он обязан возместить после того, как придет в нормальное состояние. Почему? Потому что у него было достаточное время после захода времени намаза для того, чтобы совершить намаз. Понятно ли нет? И он не совершил его, и поэтому его совершение лежит на нем как обязанность, и он должен его возместить для того, чтобы снять с себя эту ответственность. Ясно ли нет? Это второй мазар. Говорит, а если же он достиг из начала времени меньшее количество времени, то есть только 5 минут, например, то возмещать он уже не должен. Возмещать он уже не должен. Это второе мнение в вопросе, принадлежит имаму Шафе и Исхаку. Осталось третье мнение Анну Алейса Алейбхаба, то, что он не обязан возмещать этот намаз. Уголу Хаули ибн Сирин, и это мнение Мухаммада ибн Сирина, а также Алиузаи, и также мнение Загиритов, и Ибн Хазма, и Абу Ханиху Алейлихин, и мнение других обладателей знаний. Азам Ковальгур Раджих, и вот это третье мнение является правильным. Он взорматахатган тива ибн Хайт, мин китабин Агада. И мы примерно этот вопрос уже рассматривали, когда рассматривали главу о менструации из этой книги. То есть что имеется в виду, почему мы говорим, что он не обязан возмещать? Потому что он в основе не обязан совершить этот намаз в течение того времени, которое он застиг. То есть если в час дали Азам, и он до двух оттянул, имеет право на тягот или нет? Имеет. То есть мы же не говорим, что он обязан совершить намаз именно с часа до двух. Если Азам, например, дает Азам в четыре часа, дает Азам на Азам, то он обязан совершить намаз с часа до четырех. Правильно ли? То есть у него есть промежуток, который он должен совершить намаз. И поэтому мы не можем его обязать, что он обязан совершить Зухар именно с часа до двух. Нет, он может совершить полкредь, он может совершить три, может совершить полчетвертого и так далее. Так или нет? Так. Соответственно, он не был обязан совершить этот намаз в часу до двух. А раз он не был обязан, как мы его можем обязать возместить то, что он не был обязан совершить? Ясно или нет? Ясно.